Перед сбором всех костей советую приобрести поручение в тени горы на всех персонажах. За выполнение этого поручения мне дали экзот обмундирования, которые я еще не открывал. Для того, чтобы вы сами могли открывать двери в подземелье, за которыми скрываются кости, вам нужно продвигаться по этому поручению. Существуют двери с тремя уровнями доступа. Да для того, чтобы получить доступ к дверям первого уровня, вам требуется полностью завершить подземелье и забрать кости в самом конце около последнего сундука. По мере продвижения по поручению вы будете получать новые уровни доступа к дверям. Но если у вас в команде прокачанный тиммейт, то он может открыть вам все двери, за которыми скрываются кости. Двери и уровни доступа к ним я пропишу в закрепленном комментарии. Значит, от Ахамкары больше ничего не осталось. И тем не менее, даже умолкнув навек, дракон мог управлять целыми мирами. Если бы хоть один из презренных понял, что оказалось у них в руках, они бы нанесли огромный урон. Заберем кости с собой, чтобы такое больше не повторилось. Да, теперь я тревожусь о том, чего на самом деле будет стоить сделка с Ривен. Я тоже об этом подумала. Петра, я ведь так перед тобой и не извинился за то, что тебе до сих пор приходится переживать. Не нужно. Это был не ты. Прости. И он тоже раскаивается. Жаль, что я не могу решить эту проблему одним желанием. Не стоит сожалеть. Ты помогаешь разорвать порочный круг. И этого должно хватить сполна. Вот это кость. Все, что осталось. Такая себе претензия на территорию. Смерть для Ахамкара еще не конец. Пока дракон питается, он существует. От кости исходят стерильные нейтрино. Это энергия одержима? Да. Она отравляет костный мозг. Но я не понимаю, как она туда попала. Она отравляет костный мозг. Смерть. Смерть в fuera. Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают